Если вы видите, там кто-то из артистов ездит с музыкантами, которые там на сцене стоят, они же половину там играют по верху, там знаете, там, псим-псим, там, псим-псим. Ну просто как бы, а в конце там песни, там, какой-нибудь гитарист там встанет, так, дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым. Он всего лишь один агурт. Да он просто аккордик там в сзади, такую сеплику повесил, и такое сделал, такой умный, такой. А некоторые еще поют чужими голосами. Оперная певица Маргарита Суханкина и солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина больше двух лет пели дуэтом. За это время ни разу не виделись. В первый раз они встретились только через 15 лет. Остальные участники группы не пели даже дуэтом. Они просто открывали рот под фонограмму, записанную Суханкиной. Я вот так конкретную цифру никогда не подсчитывала, но это были Светлана Разина, Ира Салтыкова, Бритлицкая Наташа. Это короткий период совсем. Лицом группы были потом Татьяна Авсиенко, достаточно долгий период. И после Тани были уже четыре девочки каких-то. Было сказано так, вы выходите под музыку, после первой песни вы здороваетесь, и все, больше ни одного слова, ни одного звука. И в конце, уходя, мы говорим спасибо, до свидания. И так же поворачиваемся и уходим. Фонограмма записана академической певицей и профессиональными музыкантами. На сцене девушки с хорошими внешними данными. Минимум вложений, максимум прибыли. По такому рецепту была сделана первая поп-группа России. Сегодня несколько десятков коллективов выступают под свою и чужую фонограмму. На самом деле, очень много приемов компьютерных. Есть там много всяких разных приборов, которые делают это. Делают интонацию, делают очень точно. Интонацию делают очень точно. То есть нет проблем там одному человеку спеть за один хор. Вообще нет проблем. Даже если он плохо поет. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Под фонограмму поют все. Иногда это принципиальные требования продюсера. Так можно сэкономить на аппаратуре и вообще ничего не платить музыкантам. Делить на одного всегда проще. Большие галоконцерты и телевизионные съемки. В таких случаях под фонограмму поют все без исключения. Настроить аппаратуру под каждого исполнителя просто невозможно. Очень часто, например, я пою там Лехиным голосом, Леха поет жестким голосом, потому что мы не помним, кто в какой последовательности записан на этой фонограмме. Поскольку мы эту песню исполняем живьем на своих сольных концертах, то на телевизионных съемках мы этого сделать не можем. Кроме того, мы даже не помним слов. Концертное выступление не отличается от записи на компакт-диске. Певец танцует, даже когда берет высокие ноты. Тембр голоса резко меняется при разговоре с залом. Дыхание прерывистое. Иногда рот открывается несинхронно с пением. Это значит, что фонограммщик работает под полный плюс. Профессиональный термин. То есть все инструменты и вокал идут в записи. Чтобы голос звучал мощно и красиво, на плюсовой фанере вокал записывают на несколько децибел громче, чем нужно. На минусовке голос певца не записывают вообще. Под минус исполнитель поет вживую, а инструменты звучат в записи. Никто никогда не признается в том, что он поет под фонограмму. Существует целый арсенал трюков, чтобы создать иллюзию живого выступления. Самый простой и дешевый способ – научить звезду пользоваться выключателем на микрофоне. Такой прием используют владельцы недорогой фанеры. Состоятельные исполнители перекладывают всю ответственность на звукорежиссера. При монтаже фонограммы все инструменты разводятся по разным каналам. Во время концерта режиссер может отдельно регулировать звучание каждого инструмента и голос исполнителя. В нужный момент он просто отключает на записи голос и включает микрофон. В это время можно попросить зал спеть припев или вставить название города, в котором проходит концерт. Я там два раза в фонирование попал. Улыбнись. Если счастье за тучами спряду. Это способ петь под фонограмму используют для подстраховки. Певец честно работает со включенным микрофоном. Он поет дуэтом со своей фонограммой. Запись дают только там, где артист не может взять высокую ноту. Живой голос заменяет фанеру, когда надо пообщаться с залом. Профессиональный звукорежиссер не даст ошибиться даже полному бездарю. С другой стороны, даже небольшая оплошность режиссера может дорого обойтись исполнителем. Был такой случай у Андрюшки Разина. Он разгонял потом всех за кулисами. Это было что-то. Это было еще смешнее. Когда он бегал и ругался, он пел песню. А Сережа Крылова В далеком Бискайском заливе. В далеком Бискайском заливе, где он... И вот такое вот, представляете, во время концерта, как себя будет вести зритель? Зритель начинает свистеть, естественно, он понимает, что это подстава, да? Луп в переводе на русский означает «петля». Этот вид фонограммы придумали специально для ударников. В наушнике подается зацикленный сигнал. Клик. Он отбивает ритм и не дает сбиться барабанщику. А значит, и остальным музыкантам группы. Рук-рук-рук-рук Отбеги Рук-рук Пляшу цеки Четыре рыва Один стакан Филиническая сила Сто грамм Да вы не спрашивайте. Мне не удается, я не умею этого делать. Я попробовал несколько раз. Это очень трудная работа. Этому нужно точно так же учиться, как играть живьем, как играть на инструменте. Этому нужно тоже учиться. Если очень постараться, то я могу себе предположить, как это должно выглядеть. Мне кажется, что нужно просто элементарно, во-первых, ставить диск, кассету, я не знаю что, учить сначала текст, а потом вставать к зеркалу с каким-то предметом типа микрофона. Это может быть расческа круглая, это может быть дезодорант какой-то или что-то в этом духе, напоминающий микрофон. Потому что я даже сейчас смотрю, как люди поют. Они под фонограмму вовремя забывают микрофон к арту поднести. Забывают. То есть уже так ля-ля-ля. А уже петь надо. И растерялась бедная. Прям все. Убегай со сцены. Петь под фонограмму – особое мастерство. Но этому почти никто не учится. Программа отрабатывается во время гастролей. Как правило, попадать в свою или чужую фонограмму артисты начинают после 15-го концерта. Но это не страшно. Первые выступления посещают самые преданные поклонники. Они готовы простить все.